Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги судей или книги вождей, как я называю в своем переводе, я его почитаю для библейского портала экзегет с комментариями. Первые две главы у нас устанавливают время, место, обстоятельства действия, третья начинает действие. Израильтяне уже поселились в Хананской земле, но из нее еще не изгнаны остальные народы, они еще там остаются, причем, как описывает эта книга, для того, чтобы испытывать израильтя, для того, чтобы было видно, действительно последуют ли они завету с Господом или они переймут нравы этих окрестных народов. Ну и вторая глава уже дает нам краткое содержание всей книги, что израильтяне будут впадать в это самое язычество, Господь будет их наказывать, потом после всевозможных бедствий будут израильтяне бороться, кто-то будет вставать на защиту израильтян, становиться их вождем, судьей в старых переводах, ну а после его смерти все опять пойдет по-старому. Вот третья глава, собственно, начинает описывать, как конкретно это было. Сначала краткое резюме предыдущей главы. Две цели — получить боевой опыт, но, к сожалению, очень часто войны ведутся для того, чтобы получить боевой опыт, протестировать вооружение, люди только гибнут, к сожалению, но не это главная цель, а главное вот именно, что проверить, будут ли они верны завету. Так что сыны Израилевы жили среди Хананеев, Хитеев, Амариев, Перезеев, Хивеев и Ивусеев. Брали в жены их дочерей, своих дочерей выдавали за их сыновей и служили их богам. Так сыны Израиля вытворили зло пред Господом, оставив Господа, своего Бога, служавалам и Астартам. Возгорелся гнев Господь на израильтян, предуланных в руки Кушанри Шатаема, царями Сопотамского, и покорились сыны Израилевы Кушанри Шатаема на восемь лет. Вот история, которая повторяется без конца. Тогда возопили сына Израилева Господа, он избрал избавителя для сынов Израилевых. Это был Отниель, сын Кеназа, младший брат Калева. Калев тот самый, который вошел вместе с Иисусом Новином, двое только их вошло из поколения, вышедшего из Египта. Остальные умерли по дороге, включая Моисея. Был на нем Дух Господень, и он был вождем над Израилем. Он вышел на бой, и Господь предал в его руки Кушанри Шатаема, царями Сопотамского, надолел Кушанри Шатаема. И страна благоденствовала сорок лет до смерти от Нереса и Накеназа. Восемь и сорок, да, то есть восемь лет бедствия и в пять раз больше времени благоденствия. Все вроде хорошо, но до смерти, до смерти. Вот смотрите, книга «Судьи» еще про то, как нужны институты. Потому что если нет институтов, все держится только на личности человека, но человек – смерть. А потом вновь стали сыны Израилевы творить зло пред Господом, и Господь предал силы Глону, царю Муавскому, против израильтян за то, что творили они зло пред Господом. Собрал Иглон к себе сынов Амона и Амалека, выступил в поход, разгромил израильтян, завоевав город Пальм. Ну, это Ерихон так назывался. Покорились сыны Израилевы и Глону, царю Муавскому, на восемнадцать лет. Ну, вот повторяется история. «Тогда вы запили сына Израилева к Господу, и Господь воздвиг для них избавителей Худа, сына Гера Вениамитянина, из племени Вениамина. Он не владел правой рукой. По-другому переводу он был левшой». Вот интересно, что Моисей был некрасноречивым человеком и был отправлен для того, чтобы говорить с фараоном. А главным победителем тот, кто не владеет правой рукой или левша, то есть тот, у кого тоже явный телесный недостаток. Это постоянная тема исторических книг, что Господь выбирает людей не самых могучих и умелых для того, чтобы, как потом напишет апостол Павел, сила его в слабости совершалась. С ним израильтяне отправили дары Глону, царю Муавскому. Ну, понятно, дань надо отправлять, когда тебя подчинили. Айхуд приготовил себе двуострый меч длиной в локоть. Вероятно, меч, заточенный с двух сторон, что не всегда было так. Вот длиной в локоть, то есть не очень длинный, и привязал его под одеждой к телу с правой стороны. Почему с правой стороны? У него левая рука рабочая. Обычно правая рука, да, поэтому меч носится слева. Его выхватил, всегда ножны слева висят, чтобы там не было шпага у мушкетера или меч у рыцаря. А вот когда левая рука рабочая, то меч справа. Все смотрят на эту сторону и не заметят, что у него. А тем более привязал под одеждой, то есть не видно. Итак, Айхуд доставил дары Иглона царю Мавскому, а тот был очень толстым. И вот когда Айхуд предал дары, отослал людей низших дары, то сам он вернулся к Иглону от идолов гелгальских. Очевидно, какое-то географическое место, там стояли идолы. И сказал ему, о, царь, есть у меня к тебе тайное дело. То есть, интересно, он отослал своих спутников, наверное, чтобы не подвергать опасности. Такая спецоперация. Такое диверсантное задание. Он, царь, есть у меня к тебе тайное дело. Тот немедленно отослал всех присутствующих. Прочие они вышли. Тогда Айхуд приблизился к нему. Они расположились наедине в прохладной верхней комнате и сказал, у меня есть для тебя нечто от Бога. Иглон поднялся с трона, а Айхуд выхватил левой рукой меч, висевший у него справа, и вонзил его прямо ему в живот. Даже рукоять вошла вслед за ледвие, которое полностью погрузилось в жир. Тот же очень толстый, да? Интересно, что у меня есть для тебя нечто от Бога. Это самое дело. И есть удар мечом. Вот они еще понимают это так. Из этого можно сделать всякие выводы, что Бог кровожаден, что Он хочет терроризма. Это же террористическая атака, разве нет? С нашей точки зрения, по меркам 21 века. Но для того времени в этом не было абсолютно ничего нового и неожиданного. Новым, пожалуй, было только одно, что это осуществляется носителями веры в единого Бога, для того, чтобы защитить это единобожие от язычества, которое на него наседает. Айхуд не стал вытаскивать меч из живота Иглона. Он выскочил через задний ход, а потом выбрался во внутренний дворик. Но насчет заднего хода, там еще есть варианты перевода, что это про тело Иглона, что меч там вырез у него из, соответственно, заднего прохода. Ну, немножко такая комедийная сцена. А может быть, это как Иглона после ликвидации вражеского вождя, соответственно, уходит тайными какими-то дверями. При этом он закрыл дверь верхней комнаты и запер ее. Когда слуги увидели выходящего Иглона, подошли к дверям верхней комнаты, увидели, что они заперты, и решили, что Иглона уединился там по нужде. Так они и ждали, пока их не смутило, что Иглон так долго не открывает двери верхней комнаты. Тогда они взяли ключ, сами открыли их, а там лежал на полу их мертвый господин. Ихут ускользнул в этой суматохе, прошел мимо идолов и бежал к Сеиру. Вот интересно, что идолы, как граница владения Иглона, да, очень часто как раз в разных языческих культурах, не только в языческих, но в них особенно священное изображение, они отмечают границу какого-то участка. Когда он вернулся домой, то протрубил в рог на Ефремовом Нагорье. Протрубить в рог значило объявить сбор, как и, допустим, в пионерских лагерях это. Сыны Израилева спустились вместе с ним, с Нагорьей он возглавил их. Да, они там в Нагоре, то есть в таких холмистых, почти горных областях, но их загнали туда. Они рады бы спуститься в долины, но побаиваются всех этих иноплеменников, которые их угнетают. Он призвал их за мной, и Господь предал врагов наших мавитян в руки ваши. Они последовали за ним, захватили переправу через Иордан по дороге в Муав, и никого из мавитян не пропускали. Тогда они перебили 10 тысяч мавитян, все отборных силачей, и никто из них не спасся. В этот день унизились мавитяне пред сынами Израилев. Моя страна благоденствовала после того 80 лет. Это такая переправа через Березину, они отрезают пути для отступления. После Ихуда был Шамгар, сын Анат, который перебил 600 филистимлин воловьем рожном. Рожен – это палка с заостренным наконечником, которым подгоняли волов. То есть, ну, просто взял палку с острым концом и ей всех перебил. Он тоже избавил израильтян. Интересно, почему некоторые истории так подробно, как вот этот самый Ихуд, а некоторые едва упомянут из Шамгар, что Шамгар был хуже воином. 600 человек одним воловьем рожном перебил, да? А тот всего одного царя и мечом. Но это не про воинские подвиги. Почему-то некоторые истории важнее других. Я думаю, что почему история Ихуда вошла в таком подробном виде, потому что он уединяется с царем и передает ему слово Божие. То есть, для людей того времени слово или дело Божие, по-еврейски, кстати, слово и дело, давар одно и то же. Вот это иногда удар мечом. Потом, потом, постепенно это все будет развиваться. Но вот книга «Вождей» — это еще состояние такое достаточно первобытное, достаточно дикое. Постепенно слово Божье будет восприниматься как-то иначе. Для этих людей это часто удар мечом. Четвертая глава, конечно, продолжит эту тему.